У американцев стратегическая авиация и атомная бомба. Конечно, это так. Но, тем не менее, все это вместе не искупает желание Сталина начать войну. Я скажу вам обидную, может быть, вещь, но Сталин имел шансы выиграть. Нам сейчас говорят, что ядерная война могла бы привести к гибели человечества. Да, это правда. Это правда. Быть может, речь шла о том, чтобы человеческая цивилизация прекратила существовать. Но это не так важно. Как-то Мао Цзэдун сказал такую вещь. Быть может, я сейчас скажу, не надо бояться ядерной войны, Мао Цзэдун. В этой войне, в худшем случае, погибнет половина населения Земли. Зато оставшаяся половина будет жить при коммунизме. Я думаю, что он неспроста сказал в этот момент слова такие. Я думаю, что он не был инициатором и главным идеологом этих слов. Кто-то эти слова ему сказал. Я уверен, что он бы тоже так думал. Пусть и половина погибнет. Но оставшаяся. Оставшаяся будет жить при коммунизме. Остальное не имеет значения. Я думаю, что вот с позиции вот этого человека, на самом деле, вот это имело значение подлинное. Во время приготовления в 49-м году в фильме «Встреча на Эльбе», где показано сталинское видение этой оккупации Германии, где показано все это вещи там. Там Альденштадт, город на Эльбе, где заканчивается советская Германия, начинается американская Германия. Там этот бургомистр Альденштадт счастливо трезвонит ключами. Советская власть входит, добрая в дома, и все завершается хорошо. Это единым митингом завершается. А в Дрездене в 51-м году происходит большой сталинский митинг. Это митинг победителей парада, где целуют флаги Арнста Тельмана, молодые коммунисты, и ходят, водят по экскурсии, где был разбомбленный Дрезден, где показана Дрезденская разбомбленная галерея. Показывают, что это капиталисты, империалисты бомбили Дрезден. Но какие капиталисты? Это делали и советские тоже, летчики в том числе. Ну и, конечно, лед союзной авиации не стоит отменять, но и советские тоже поработали над Дрезденом. Вот такие вещи были, и они происходили. И отделять их от идей Третьей мировой нельзя. Это время, когда Третья мировая могла быть реальной, она могла бы даже завершиться победой, удивительно, но даже страшно, победой Советского Союза. Что страшнее, трудно представить, что страшнее было бы, если бы эта победа вообще какая-то была бы возможна, но вот эта победа, невзирая уже на сотни, может, миллионов жертв, она была бы его победой. По-настоящему это была бы победа.